Добрый день! Мы продолжаем серию наших разговоров о инвестициях в Америке. Меня зовут Евгения Зарубин, я риэлтор, уже со стажем 5 лет, 3 года работала в ЕБЭП, 5 лет сейчас работаю в Америке, в Майами. И Марина Соло. Марина, представься, пожалуйста, расскажи о себе. Меня зовут Марина Соло, я продаю недвижимость с 99-го года здесь, в Америке. У меня очень большой опыт, я в основном занимаюсь commercial-недвижимостью, и то есть сегодня я буду отвечать на вопросы, пожалуйста, Женечка. Да, в прошлом выпуске мы закончили говорить о видах недвижимости, куда американцы инвестируют, сами американцы. И мы говорили о том, что очень популярно у них инвестировать в multifamily, это доходные дома, о студенческих общежитиях, о домах для престарелых. И еще один был вид недвижимости, мобильные дома. Мобильные дома. Да, вот, скажи, пожалуйста, какая доходность по всем этим четырем параметрам, по всем этим четырем типам, какая доходность у каждого примерно в среднем? Ну, допустим, жилые дома, да, как мы уже разговаривали, там три класса, A, B и C. То есть A это новые здания, доход будет поменьше, потому что это новые здания, только что построили. Я думаю, что где-то между четырьмю до шесть процентов. Шесть процентов в год. В год, да. Допустим, B это здание, которому где-то 10-15 лет, то есть там доход будет немножко побольше, наверное, где-то 7 до 9 процентов в год. И здание C, то есть это старое здание, это в зависимости, в каком районе, в каком состоянии. То есть, да, можно найти дома, которые приносят доход повыше, допустим, 9 до 12 процентов, чтобы они были в хорошем состоянии. А некоторые в плохом состоянии, то есть, да, они приносят доход повыше, но потому что надо делать ремонт, доход снижается. Требуют они ремонта, то есть, требуют дополнительных затрат на капитальный ремонт. Да, и потом tenant в здании C, это такой немножко low income, пониженные заработок люди, то есть они тоже, с ними надо, как сказать, уметь работать. Что касается, например, студенческих общежитий, какой примерно здесь будет доход? Студенческие общежития, очень большой доход, может быть, где-то начинать с 9 до 15 процентов. Да, очень хорошо, но опять-таки надо знать, как работать, потому что это студенты, то есть они пишут agreement, соглашение, они на 12 месяцев, они летом там не учатся, допустим, на 9. И, то есть, это они постоянно выезжают, приезжают каждый год, новый талант. Выстарелые дома, очень хороший доход, 12-15 процентов, опять-таки это бизнес, то есть надо знать, как этим бизнесом владеть. И, кстати, самое легкое владение, это mobile park. Мобильные дома, про которые мы говорили в прошлом выпуске. Да, потому что там вы владеете только землей. Какая там доходность? Доход огромный, доход можно, опять-таки, брать между 9 до 15 процентов. Но этот продукт очень тяжело найти, поэтому не все могут этим заниматься, просто потому что города, в Миннес-Апалате не разрешают землю превращать в mobile park, потому что это не приносит хороший доход для самого города. Да, и поэтому, то есть, это очень редкий продукт. Ну, у нас в портфеле есть такие проекты. Да. И эти проекты находятся в Северной и Южной Каролине, да, ты говорила? В Северной и Южной Каролине, да, и, кстати, мне сегодня прислали два проекта, которые здесь, во Флориде. Ну, интересно. Да. А еще я слышала, есть мнение экспертов, что для инвестиций в такие, ну, глобальные, скажем так, объекты лучше, если участвовать в проекте банк. Я сама работала в банке, анализировали риски, да, конечно, банк анализирует очень строго эти проекты. И, соответственно, если проект проходит анализ банковский, то, в принципе, инвесторы могут практически не бояться, потому что банк это самый консервативный, скажем так, орган, который участвует в сделке. Так вот, скажи, пожалуйста, возможно ли участие в этих проектах банка и сколько банк финансирует по этим сделкам? Да, конечно. Чем лучше проект, тем больше банк дадут апотеки. То есть банки дают между 65 до 75 процентов апотеки. От стоимости проекта. От стоимости проекта, да. То есть банку надо поверить, что это хороший проект, что прибыль есть. Когда банк рассматривает, то есть они представляют, так, если что-то случится с компанией, хочу ли я этим проектом владеть сам, банк. И насколько быстро его можно будет продать? То есть банк сам анализирует эти все моменты? Конечно, да, да, обязательно. То есть они просматривают то же самое, что мы. И банковские счета, сколько денег приходило, сколько денег уходило, на что тратилось, то есть conditions, состояние проекта. Это уходит 45 до 60 дней. То есть анализ банка нужно брать до 2 месяцев, правда? Да, да. И потом только уже идет закрытие сделки после этого срока. Хорошо, а тогда в чем преимущество самих инвесторов при банковском финансировании? Я имею в виду эффект мультипликатора. То есть если человек вносит собственные средства, например, в чем разница? Собственные средства и участвует банк. Какая доходность? Доходность будет же больше. Да, доходность повышается на 1,5 до 2%. Для самого инвестора. Для самого инвестора, да. Если вы покупаете недвижимость, которая дает, допустим, 6%, да, cash on cash. Возврат на собственные средства. Да, если банк вам даст апотеку, то теперь у вас, допустим, не надо вам вкладывать миллион, вы вложите только полмиллиона. И эти полмиллиона начнут производить не 6%, а теперь будет 7,5-8%. То есть имеет смысл делать. То есть это первое. Второе. Банк перепроверяет все, что вы уже проверили. То есть это гарантия, что этот проект хороший, это хорошая сделка. То есть все было честно и открыто в последние 2 года. Потому что они смотрят историю за 2 года. Понятно. И еще я слышала такой момент, что есть финансирование от застройщика здесь. Именно во Флориде есть застройщики, которые дают кредиты. На новые конструкции. На новые квартиры, на новые новостройки. И они не анализируют кредитоспособность самого клиента, правильно? Да, да. Это существует. То есть если вы покупаете Кандемириум, там может быть 1 юнит, там 5 юнитов, то да, девелопер, он вам может предложить свое финансирование. Ну и финансирование, там, по-моему, сроком до 5 лет и ставка тоже в районе 5% в год. Да, 5%. То есть это шикарное предложение. Да. Я думаю, что они это не будут делать долго. То есть они просто хотят быстренько продать свой проект и начать что-то новое строить. Одним из таких проектов является Парк Тауэрс, здесь в Саняйлс, и они предоставляют такое финансирование в рассрочку. Вот, посмотрите на нашем канале, в Investing USA есть ролик об этом застройщике и об этом проекте. Ну, а на сегодня мы прощаемся. Да. Все вопросы мы обсудили, какие хотели. Да, спасибо. До новых встреч. До свидания.